Ну что, я тогда включаюсь, потому что сейчас в Москве 15.00, в Калининграде 14.00, и я, наверное, да, запись мы включили, чтобы прозвучала названная сессия. Добрый день всем! Я рада приветствовать вас снова на первом дне конференции. Я Наташа Рисгербер, сегодня хост у Александра Вильвовской, которая сегодня будет с вами проводить сессию под названием «Слово на букву Э. Краткая экскурсия по территории эмбодимента». Александра Вильвовская, лидер русскоязычного эмбодимент-сообщества, руководитель и тренер международной обучающей программы Embodied Facilitated Course в России и UK в Великобритании, руководитель проекта «Тело в дело», организатор этой конференции. Я передаю микрофон Александре, и мы начинаем эту сессию. Наташа, спасибо большое, спасибо всем, кто собрался сейчас здесь в эфире, и спасибо всем, кто будет смотреть эту запись. Я призываю вас включить камеры, это не то же самое, что включить микрофоны. Слушайте, пожалуйста, к этому внимательнее, мы выключаем звук всем участникам для того, чтобы не создавать помехи для записи и чтобы не перегружать уши. Итак, кто я и что я. Как и любой постсоветский человек, в моей жизни было много разных карьер и много разных занятий. Я много лет проработала в сфере образования, кандидат педагогических наук, специалист в области обучения. Я много лет проработала в интернет-проектах, в полиграфических, в издательских проектах и даже заведовала кафедрой маркетинга. И, может быть, поэтому в том числе вы сегодня все здесь. И при этом я всю жизнь такой человек по натуре была головастик. Знаете, такая голова на палочке, и она еще ходит. И я всегда была убеждена в том, что я как человек, я в первую очередь существую вот здесь. И то, какая я, и то, что я могу, и то, что у меня в жизни получается или не получается, все зависит от того, что у меня здесь в этой черепной коробке находится. При этом я параллельно, видимо, вот из тоски почему-то еще, я не знаю, по чувственному, по эмоциональному, по телесному, я еще в какой-то момент провалилась в тему аргентинского танго. Это случилось в 2000 году, 20 лет назад уже, ужас. И начала танцевать, и в какой-то момент поняла, что того, что я живу в голове и того, что я понимаю головой, совершенно недостаточно для того, чтобы получать удовольствие от танца, для того, чтобы двигаться лучше. И вот так вот, такой окольной дорогой через аргентинское танго, я попала в сферу танцевальных практик, соматических практик. Я сертифицированный танцевально-двигательный терапевт, телесно-ориентированный терапевт, специалист по работе с травмой. И в 2012 году я впервые услышала вот это вот слово на букву «э», которое называется «эмболимент». Или, если вы предпочитаете американский вариант английского языка, «эмболимент». И давайте начнем с простого вопроса, кто вообще это слово слышал до конференции? Если это вы, помашите или поставьте плюсик в чат, напишите что-нибудь. Да-да-да, отлично. А кто вот вообще попал сюда случайно? Это здорово, это очень хорошо. И кто не понимает, зачем вот эту всю большую конференцию, в которой говорят и про йогу, и про боевое искусство, и про, не знаю, про какие-то соматические или двигательные практики, и какие-то еще такие вещи, связанные с телом, про здоровье, например. Почему это слово? Вот есть люди, которые случайно, добро пожаловать. Я надеюсь, что мы вас не разочаруем, и это будет для вас полезно и любопытно. Слово «не слышала» телесной практики люблю. Почему я его не слышала совсем, только на конференции, через клуб контактной импровизации. Слово «знаю» подробностей не сильно. Супер. Собственно, вот эта вот сессия, она как раз и будет про это слово. Вот это вот странное слово на букву «э». Я когда начала бегать по кругу, мне это свойственно, да, я когда во что-нибудь вляпываюсь, влюбляюсь, подсаживаюсь на что-то, я пишу это слово крупными буквами, на плакате, на лбу у себя татуировку делаю и начинаю бегать вокруг, приставать к людям и говорить «смотрите, смотрите». Собственно, так было с аргентинским танго 20 лет назад, и вот в 13-м году, в 12-13 году так случилось вот с этим словом. И совершенно закономерно, слово не русское, и долгое время, и до сих пор на самом деле, я очень часто сталкиваюсь с вопросом, совершенно справедливым, а как это сказать на русском? Почему бы вам не использовать какое-нибудь русское слово для того, чтобы это описать? Переведите. И я, честно, долгое время, примерно первые полтора года, пыталась подобрать какие-то уже известные русскоязычные синонимы, аналоги для того, чтобы говорить о том, о чём мы говорим в рамках эмбодимента, на более привычном языке. И я столкнулась с некоторой трудностью для себя, так как вот я не случайно упомянула, что я долгое время провела, я работала как маркетолог, как пиарщик, как рекламщик, как журналист, как писатель, как редактор. То есть у меня в этом смысле ещё такая языковая какая-то тоже подготовка и опыт есть. И когда я столкнулась со словом эмбодимент, слово эмбодимент или эмбодимент – это обычное регулярное слово английского языка. Если вы загуглите или введёте переводчик, вам придёт перевод этого слова. И вы узнаете, что это слово в английском языке обозначает реализация. Например, у вас есть какое-то намерение, вы подписываете договор, и потом есть момент реализации вашей договорёвки. И эта реализация обозначается словом эмбодимент. Или это история про воплощение. И когда, например, говорят о том, что актёр воплотил на сцене образ Ленина, например, используют вот в такой ситуации тоже используется слово эмбодимент – воплотить. При этом, когда мы начинаем пользоваться таким прямым переводом, он существует на русском языке, и вы можете найти книги, переведённые на русский язык, которые переводят слово эмбодимент или эмбодимент именно как воплощение. Я не могу сказать, что это неверно или что это какая-то неправильная перевод, неправильная интерпретация. Но есть один нюанс, с которым я внутри себя не смогла справиться. И этот нюанс вот какой. Что происходит, когда актёр воплощает образ кого-нибудь на сцене или в фильме? Да, вот мы берём глагол «воплотить». То есть я это откуда-то беру, помещаю в себя, вплоть, в тело, и иду такой на сцену вот с этим совсем воплощать. И второй вариант, когда мы тоже часто используем слово «воплощение», воплощать, когда, например, автор в своей книге воплотил свои идеи о чём-то, о добре и зле. То есть я из себя беру откуда-то, из плоти, и куда-то вынимаю, и куда-то помещаю, например, в книгу. И получается, что между моей телесностью и вот этим вот глаголом «воплощение» всегда есть какая-то дистанция. То есть я беру не своё внутрь и становлюсь кем-то, или я из себя что-то вынимаю и отдаю куда-то, в книгу, например, или в фильм, или во что-то ещё. И вот эта вот дистанция между тем, что моё, и тем, что не моё, это то, что меня вот в слове «воплощение», в том, как мы привыкли его употреблять, всегда смущало. Поэтому я в какой-то момент сказала, окей, я не буду переводить это слово, я буду использовать английское слово. Это не первое и, видимо, не последнее слово из английского языка, которое мы используем в русском языке, без перевода. И потому что для меня оказалось важным сохранить вот эту вот идею, что это моя телесность, это я, это моё тело, это не откуда-то пришло и не куда-то ушло. Это то, что происходит прямо сейчас со мной. И в этом смысле мы сейчас в текстах, вот в тех текстах, которые мы производим и пишем, и публикуем, мы используем слово embodiment как в нескольких разных смыслах. И первый, самый простой и понятный смысл – это слово «телесность». То есть вот можно перевести слово embodiment как слово «телесность». Есть разница между словом «тело» и словом «телесность»? Не пугайтесь, что мы так немножко про слова вначале, мы потом будем и про практику, и про всё остальное, но хочется вот здесь чуть-чуть остановиться. Есть ли для вас разница на слух, на, может быть, ощущение между словами «тело» и «телесность»? Если есть, дайте, пожалуйста, знать в чат, в чём она, как она, может быть, вами ощущается, про что это. Безусловно, есть, подсказывает мне в чате. Второе слово «телесность» более живое и наполненное. «Тело-объект», «телесность-процесс». Да, вот такая важная характеристика. Процессуальность. «Тело-факт», «тело-физиология», «телесность» скорее процесс реальности, «телесность» выражения эмоций и чувств через тело, «телесность» шире и объёмнее, «телесность» как проявление тела, «телесность» про ощущения, «тело-про объект», «телесность» про живое, про динамику, «телесность» связь сознания с телом, «телесность» больше и объёмнее, «телесность» более личная, «телесность» лучше и понятнее, чем эмбодимент. Окей, Ирин, принимаю, да. Мы к этому слову больше привыкли. «Телесность» мышления тела, «телесность» как состояние. Спасибо вам большое за эти комментарии. «Телесность» в теле меньше жизни, «телесность» более глубоко, здорово. И это всё верно. Мы пытаемся через слово «телесность» ухватить какую-то правду, которую мы знаем из опыта, мы знаем это интуитивно, что то, что у нас есть тело, мы телесные, это не только про то, что выдержит ли нас лифт, в зависимости от массы, не развалится ли стул под нами, если мы как-то, не знаю, неудачно на него сядем, или он не рассчитан на такой вес, или протиснемся ли мы вот в эту вот щель, или поместимся ли мы в это расстояние между креслами в самолёте, или если я опубликую своё фото, будет ли это вызывать какие-то эмоции или какую-то реакцию, на которую я рассчитываю, например, в Инстаграме. Да, то есть мы интуитивно знаем и чувствуем, что тот факт, что мы телесные, имеет отношение не только к взгляду на наше тело со стороны, не только к нам, как к физическим объектам. У нас у всех так или иначе это присутствует в опыте. Когда нам делают какую-то медицинскую процедуру, например, берут кровь из пальца, был у вас такой опыт? Да, я очень надеюсь, что это не слишком травматичный пример. И я сейчас не шучу, потому что бывает по-всякому. Но вот в этой простой процедуре мы же не говорим, они там хорошо или плохо укололи мой палец. мы это переживаем, как взаимодействие с нами. Это не моему какому-то отдельно взятому в части пальца, сделали там больно или не больно. Я с собой, я целиком чувствую это отношение, переживаю эту болезненность или безболезненность процедуры. То есть мы на уровне бытового опыта это очень хорошо, как правило, понимаем. И тот факт, что... Аж палец зазудел. Аккуратней, аккуратней, потихонечку. Тот факт, что мы... Что наша телесность связана и с нашим мышлением, и с нашими эмоциями. Это мы сами, а не только какая-то оболочка. Вот этот факт мы обычно знаем. И мне недавно подарили очень смешной образ. Мне правда было смешно, что некоторые умные собеседники говорили, ну окей, вот у нас есть сознание, где-то как-то. Ну, идут большие споры уже не одну сотню лет по поводу того, что такое сознание на каком-то большом международном сборище, где самые разные специалисты собрались, чтобы, наконец, обсудить проблему сознания и договориться, что же мы понимаем под этим словом. Они договорились только до одного общего, что сознание — это то, что при некоторых условиях можно потерять. Да, и это единственная такая общая штука. Про сознание, которое нам известно. Так вот, как будто сознание каким-то образом помещается в нас, и мы такие, как эти куклы, вот на руку надеваются, забыло слово, выскочило слово, да, такие маппеты. И если там есть сознание, то мы можем разговаривать, мы можем что-то делать, мы можем как-то, не знаю, реализовывать себя. Марионетки. Ну, марионетки, они такие, это какие-то другие, другой тип кукол. А если... Но на самом деле, что там у нас на руке надето, для нашего сознания не важно. Потому что главное — сознание. Такая забавная картинка, она существенным образом расходится с теми исследованиями нейрофизиологов, которые проведены за последние 30 лет. Наше сознание не влезает в нашу оболочку каким-то образом, а более того, наше сознание, наше мышление, наше восприятие, наши политические взгляды, наши культурные ценности, наша возможность принимать что-то, соглашаться с чем-то или отвергать что-то, напрямую зависит от нашего телесного состояния и наших телесных привычек. И более того, наша телесность — это не только то, как мы выглядим или то, как мы двигаемся, и не только то, что мы можем индивидуально воспитать, развить в ходе какой-то практики. Например, известно, что если мы долгое время занимаемся какой-то телесной или двигательной практикой, например, борьбой, и у нас возникают определенные двигательные паттерны, или, например, балетом. Мы привыкаем держать свое тело определенным образом и двигаться определенным образом. Бывших балерин не бывает, их всегда видно на улице. То есть тело — это не только то, что мы натренировываем, это еще и то, что включено непосредственно все время во взаимодействие с окружающей средой, с культурной средой, с природной средой, в различных группах, в различных взаимодействиях. Мы телесно разные. И вот это взаимодействие с окружающей средой очень сильно на нас влияет. И, по сути, сегодня в англоязычной литературе, в англоязычном мире слово embodiment или глагол to embody воплощать, реализовывать, втелеснивать. Вот есть такое прекрасное слово втелеснивать. Или есть еще вариант славянский. Валерий Верязкин нам его подарил в какой-то момент. Утелешенье. Да, вот очень так как-то звучит мягко. Или в украинском, я прошу прощения, я не говорю на украинском языке, но я попробую обозначить это словом втиланья. Да, тоже вот как-то мы интуитивно, по крайней мере, в славянских языках ощущаем это. И вот этот вот феномен, что тело больше, чем объект. Тело еще и обязательно субъект. И что от нашего телесного состояния и от взаимодействия с окружающей средой зависит то, как мы проживаем свою жизнь, то, как мы думаем, то, как мы действуем. вот эта идея, она и стала выражаться словом embodiment. И одно из первых упоминаний этого слова в литературе, это 1991 год. Это известнейшая и роскошная книга Франциско Варелле, известный чилийско-американский нейрофизиолог и философ. Книга так и называлась Embedded Mind, и она не переведена пока, насколько мне известно, на русский язык. Можно найти какие-то обрывки текстов, какие-то кусочки переводов. И у всех есть большой вопрос в том, как перевести название этой книги. Я встречала и воплощенный ум, и воплощенный разум, и совершенно по-разному. То есть с этим словом есть большой затык. Но вот именно в начале 90-х, собственно, в 90-х начало активно использоваться именно это слово. Я сейчас хочу попросить включить презентацию, причем сразу второй слайд. Я собрала несколько цитат, которые мне откликаются, которые, мне кажется, соответствуют какой-то сути. И так как это англоязычные источники, я прямо вот с экрана переведу. Кембриджский философский словарь в 99-м году определил Embedded Mind как телесные аспекты человеческой субъективности. Музыкальное энциклопедическое издание Оксфордское 2002 года говорит о том, что Embedded Mind относится к биологическому и физическому присутствию наших тел, которое необходимо, является необходимым предварительным условием для субъективности эмоций, языка, мыслей и социального взаимодействия. Еще одно определение, оно принадлежит Томасу Чердышу, это американский исследователь, он антрополог, и у него совершенно замечательные тексты как раз в области эмбаддимента. И он говорит о том, что если Embedded Mind, вот это вот наша телесная воплощенность, наша соединенность физического, телесного, субъектного, является некоторым сущностным, экзистенциальным условием, в котором тело оказывается субъективным источником или интерсубъективным, то есть связанным с взаимодействием, интерсубъективным основанием для опыта, то тогда исследования, которые проходят по рубрике Embedded Mind, они не про тело как про объект, а наоборот, они о культуре и об опыте, который может быть понят только вот из этой, как бы изнутри тела, из телесного существования в мире. И то, что в исследованиях, в текстах и у философов, и у социологов, и у нейрофизиологов в какой-то момент начала происходить вот эта вот смена, замена слова «тело» на слово «embodiment», она как раз и говорит о том, что все больше и больше людей, как бы до них начало доходить, что тело – это не что-то, на что мы смотрим со стороны. Это не что-то, что существует, как говорят в умной литературе, с позиции третьего лица. Да, оно. И тогда, глядя вот на тело, как на объект, мы можем говорить, оно красивое или некрасивое, оно здоровое или нездоровое, оно, не знаю, подвижное или неподвижное, оно имеет какие-то габариты, оно должно быть каким-то в соответствии с нормами культуры, оно должно делать что-то, опять же, в соответствии с какими-то нормами культуры. Например, девушки должны сидеть, я уже в гендерный аспект, просто с ним легко и понятно, девушки должны сидеть всегда коленки вместе, потому что иначе как-то некрасиво и нельзя. Да, то есть, когда мы начинаем, мы можем смотреть на тело, в первую очередь на свое тело, не только вот чьим-то взглядом со стороны, но и как будто изнутри, да, из позиции первого лица, из позиции непосредственного опыта, вот я прямо сейчас, я телесен, я телесна. Как это ощущается? Как это переживается во взаимодействии с текущей ситуацией, да, то, что мы сейчас в онлайн-эфире, вы видите меня размахивающей руками, увидите презентацию, презентацию можно сейчас пока убрать, спасибо. И вот как это ощущается, как это переживается? Вы прямо вот в данный момент изнутри своих ощущений. И вот эта позиция первого лица, это субъективная телесность, процессуальная, эмоциональная, абсолютно индивидуальная. Мой опыт телесности будет другим, чем опыт у Натальи или опыт у Михаила, или у Константина, у Татьяны или любого другого человека. Вот эта вот субъективность переживания телесного, она и и составляет суть слова эмбадима. Если сейчас какие-то вопросы, потому что я много намахала руками, много наговорила, если есть вопросы, пожалуйста, напишите их в чат, и я на них откликнусь. Или пока вот есть какая-то такая вот аура того, что бы это слово могло значить. Эмбадимен выражает идею, что тело – это комплекс я и наблюдателя третьего лица, а также, что тело стопроцентно входит в понятие сознания. Екатерина, отпекаясь на ваш вопрос, да, можно и таким образом сказать, эмбадимен говорит о том, что субъективный опыт переживания тела от первого лица «я телесно, я что-то ощущаю, я нахожусь в каком-то состоянии, у меня есть какая-то уникальность и индивидуальность, которую я создаю через тело и выражаю через тело». И да, есть позиция третьего лица, которая может относительно объективно, например, на фотографию или на видео, зафиксировать это. И мы дальше можем как-то сравнить. В обычной речи за словом «embodiment» как правило, идет дополнение «embodiment of something». В обычной английской речи, согласна. В контексте рассказа какое может быть дополнение «embodiment of what»? В английском языке я встречала чаще всего варианты, если я говорю в скальпе в русский язык на слово «телесность», то тогда я говорю «моя телесность» или «мой embodiment» или «ваш embodiment». Имея в виду телесность, как вы, как человек, проявляетесь телесно и как вы, как человек, создаете свою жизнь, наши отношения и так далее через тело. А вот этого вот «of something» как раз и нету. То есть вот этой вот дистанции между словом «embodiment» и чем-то еще, по крайней мере, в «embodiment» в литературе ее нету. Где она есть, тем не менее? Она есть в научных исследованиях, когда исследователь, создавая текст, продолжает смотреть на тело как на объект и при этом замечает, что да, например, я напомню, может быть, вы знаете, если не знаете, то дальше опубликуем ссылку тогда в соцсетях, в 2013 году вышло в свет большое и громкое исследование Эмми Каде про сильные позы, которая говорила о том, что если вы вот как-то вот так вот сядете или встанете, то вы не только будете выглядеть уверенно и спокойно, это правда, можете попробовать, но вы еще и чувствовать себя будете спокойно и уверенно, что тоже правда, ну, по крайней мере, для многих людей, но что самое интересное, если мы померяем в этот момент уровень вашего кортизола, то есть гормона, который выделяется в стрессе, то окажется, что ваш стресс станет ниже, и вот тут вот с кортизолом они как раз промахнулись, потому что это оказалось невоспроизводимо, а это оказалось невоспроизводимо, потому что для того, чтобы создать, найти для каждого отдельного человека, который участвовал в воспитаниях, вот эту вот устойчивую, спокойную позу, это вообще говоря индивидуальная работа, а словами ну-ка расправьте плечи, поставьте ноги широко и упритесь руками в боки, оно вот так вот для каждого такая инструкция не работает, и это такой любопытный момент, но тем не менее, когда мы смотрим, например, в научных исследованиях на тело из позиции третьего лица, а что там у тебя такое внутри или как это описывается снаружи, мы можем говорить embodiment of something. Субъективность телесного проживания самая важная для меня в этой теме, о названии неважно. Действительно, можно ли окончательно избавиться от старой телесности и натренировать новую? Я не уверена, что полностью избавляться от старой телесности, от старых привычек телесно себя воплощать жизненно необходимо. Мы их зачем-то натренировали в течение жизни. Нам это зачем-то нужно и до сих пор помогает. Другое дело, что мы можем натренировать через практики, например, через embodiment йогу, про которую Антонина нам уже рассказала, мы можем напрактиковать, натренировать что-то другое, и у нас будет более широкий выбор. Для меня embodiment и телесность это жизнь в теле, или уж простите, в телах. И еще определение телесности как осознанности тела и тел. Зоя, спасибо большое за этот отклик. Прямо поддерживаю, для меня это тоже. Так я скажу об этом аспекте дополнительно. Разве можно себя не ощущать? Конечно, можно. Огромное количество людей, например, не знает, когда она хочет есть, пить и писать, и спать. казалось бы, это такие базовые вещи, которые каждый из нас в состоянии заметить, ну, если у нас нет каких-то серьезных нарушений, но по факту огромное количество людей забывает поесть, забывает вовремя добежать до туалета, и уж точно совершенно вовремя лечь спать, когда они просто устают. так что не ощущать себя можно. В широком употреблении понятие лет 20, да, совершенно верно, 20-25 лет, и сегодня слово embodiment это оно тоже начинает размываться. Я недавно вернулась из места, в котором было много различных телесных и духовных и медитирующих и прочих людей, и ты сталкиваешься где-нибудь в кафе, привет-привет, о чем ты занимаешься, вот это тоже интересно, они спрашивают, как тебя зовут, а следующий вопрос, что ты практикуешь, и это такая ужасно интересная, они даже спрашивают, откуда ты, какие-то интересные подвижки в какой-то определенной субкультуре, но когда там я при себя говорю, я embodiment фасилитатор, или я embodiment специалист, и все такие, ну, понятное дело, мы все тут embodiment специалисты, и это правда, потому что существует огромное количество разных форматов embodiment работы, я сейчас хочу попросить еще раз презентацию, сделать следующий слайд, да, это про то, что когда мы говорим про телесность, про наш субъективный опыт, я прошу прощения, что слайды на английском, я поясню все, мы всегда имеем в виду, что каждый из нас человек, что мы все принадлежим к одному биологическому виду, и несмотря на то, что кто-то из нас старше, а кто-то младше, кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то где-то еще как-то себя определяет, у нас у всех, как у биологического вида, плюс-минус-лапость, похожая физиология, и вот это вот то, что мы все человеческие существа, это какая-то очень простая, очевидная, но очень важная идея эмбодимента, да, и мы там внутри все живые из соплей и нейромедиаторов и ходим в туалет и пугаемся резких звуков и радуемся, не знаю, хорошей погоде часто, ну, то есть мы склонны делать одни вещи просто потому, что мы принадлежим к одному биологическому виду. и у каждого из нас есть какой-то культурный уровень, мы выросли в какой-то среде, мы принадлежим какой-то семье или какому-то району, мы выросли на каком-то районе, мы принадлежим какой-то социальной группе, и мы вольно или невольно усваиваем свою собственную телесность нюансы телесности этой группы. Это может быть внутри семьи, например, я человек курящий, я нередко замечала, что я держу сигарету так же, как ее держал мой отец, и для меня это что-то про связь с семьей, про связь с чем-то ценным, хотя это ужасная привычка, и я в процессе расставания с ней. люди, выросшие на одной улице или в одном городе, часто имеют что-то общее в телесности. Люди, принадлежащие к одной и той же двигательной культуре, те, кто практикует йогу, когда много, например, на йога-конференции, мы начинаем замечать некоторые общие вещи про эту телесность, какие-то общие факторы, или люди, которые танцуют контактную импровизацию, мы тоже можем обнаружить в их движениях, в телесности что-то общее, или люди, которые занимают важный государственный пост, мы тоже можем заметить что-то общее в их телесности, такой вот культурный уровень. И есть наша персональная история, что-то, что с нами случилось, что-то, что было в наших конкретных отношениях, да, вот, personal involvement, это то, что делает нас уникальными, то, что отличает меня, например, от Натальи, или от Павла, или от другого, от любого, от любой другой женщины, я идентифицирую себя как женщина, 50 лет, выросшей в центре Москвы, живущей в Москве, занимающей чем-то телесным. Это моя индивидуальная история. И вот все это проявляется в разных ситуациях, в разных культурных контекстах, в разной окружающей среде и в разных отношениях. То есть мы в любой момент времени это все воплощаем с собой. И мы можем оказываться внимательными к тому, что мы делаем и как мы делаем. Я сейчас прошу закрыть презентацию и мне хочется сделать один небольшой эксперимент прямо сейчас в прямом эфире. Вот про этот вот про фокус внимания. Я смотрю на себя в первую очередь как на объект, я смотрю на свое тело как на объект или у меня есть какая-то возможность посмотреть другим образом. Сейчас делаем очень простую штуку. я надеюсь что у вас есть рука и если можно также работать с зеркалом, работать с любой другой частью тела, которая попадает в зону вашего внимания. Я предлагаю вам взять руку и посмотреть на нее как на объект. Может быть вы знаете как это когда вы приходите к врачу и врачи что-то с ней делают. У женщин часто есть опыт похода на маникюр и там точно с нашими руками что-то делают. Вот просто посмотрите на свою руку, не важно левую, правую, как на объект. Что вы замечаете? Что цепляет ваше внимание в этот момент? как вы относитесь к тому что вы видите? Что вы думаете в этот момент? Если вы попробуете прикоснуться или предложить как-то подвигать рукой, как вы это делаете? Как вы прикасаетесь? У меня вот есть вечная головная боль. Я когда смотрю на свои руки, я часто делаю такой эксперимент в аудиториях, и я почти всегда возвращаюсь из этого эксперимента с мыслью «Ну что же ты, блин?» Опять к людям пошла руки руками своими размахивать, а маникюр? Ну вот, ну и кто ты после этого? Да, и если есть какие-то наблюдения, которыми вы готовы сейчас поделиться, пожалуйста, в чат. Форма, оценивающая взгляд, прикосновения как к внешнему. Знаете, маленькие дети иногда до какого-то возраста, они не воспринимают вас как живого человека. Они еще пока не в курсе, что вы другой живой человек, поэтому они делают вам что-нибудь как-нибудь там вот-вот потому что это же ужасно интересно, как эта штука тут к лицу приставлена, ей можно двигать. И, соответственно, с руками то, что будет, если я потяну, а могу ли я потянуть сильнее, да, или там огнется ли у меня как-нибудь палец каким-то образом, оценка желания поиспытывать, как еще можно повыкручивать, и это, а с другой стороны действительно ужасно интересно, боже мой, это же моя рука, какая она интересная, у нее какие-то линии, какие-то, я не знаю, какие-то возможности, да, то есть это такое вот любопытство, как обалдеть, на самом деле что-то привычное можно отлично, и сейчас я хочу предложить вам попробовать другой взгляд на ту же самую руку, вот, опять же, не только русский язык, да, все языки не, насколько мне известно, не удерживают вот эту вот, ну, как сказать, недвойственность, да, вот то, что Антонин упомянул, да, что, когда мы говорим про тело, мы говорим «моё тело», да, вот есть мой стакан, а есть «моё тело», да, или «а есть моя рука», и это как будто что-то, что не является мною. я хочу я хочу предложить вам посмотреть на свою руку не как на какую-то часть своего тела, не как на какой-то объект, а вот там вот, вот это вот, да, вот это всё, это вы, это ваши мечты и надежды, это вы, вот сейчас неаккуратный будет по-русски оборот, вы как будто вручены, да, втелесненный в руку, воплощённый в руке. Эта рука, вы это, вы в этом состоянии, да, в этом выражении, не знаю, гладили близких, может быть, давали кому-то в борду, спасали чью-то жизнь, гладили любимых питомцев, вы этой частью тела существуете всю свою жизнь и дай вам бог здоровья, просуществуйте до конца своей жизни вот там. И если вот из этой идеи посмотреть, прикоснуться, как-то подвигать, будет ли какая-то разница с первым опытом? очень мощно пишет Елена. Слезы до мурашек. Разница колоссальная, начала обнимать руку, хочется танцевать. рука как объект нет глубины, поверхностные ощущения, холод, рука как воплощение меня, вовлеченность, глубина, тепло, энергия, жизнь, слезы. Спасибо, Константин, за этот отклик. Нет отдельной руки, есть я целиком в ней. огромная нежность, захотелось прикасаться этой рукой к себе и к предметам, магия. Нет, это не магия, мы просто поменяли фокус внимания, мы просто поменяли способ внутри себя каким-то образом мы обнаружили, что это живое, это личное. В этом нет никакой магии, это то, что мы сделали своим вниманием. И то, что делает embodiment в любом своем проявлении, через любые свои практики, с любыми теоретическими моделями древними, новыми, восточными, западными, вот с чем угодно, он делает вот это, вот то, что мы сейчас сделали для себя, про себя, вдруг обнаруживается, что это все это я, я это ощущаю. И дальше, ведь что особенно интересно, вот я смотрю на вас из этого состояния, вот это я телесно живая, с этим фокусом внимания, и я вижу некоторых людей живьем с включенными камерами, и как я вижу другого человека тогда, на что я обращаю внимание, а что для меня становится не очень важным, на что я реагирую, на что нет, какие возможности по отношению к другому человеку у меня в этот момент возникают, а что я не могу сделать из этого телесного состояния? Меня в конце предыдущей сессии спросили, почему я так проимбодим? Вот я именно поэтому, потому что когда ты обнаруживаешь, что ты живой, и твоя телесность это что-то очень личное, интимное, субъективное, и ты можешь из этого тела смотреть на других людей и делать что-то для других людей, и неважно, что ты делаешь, интерфейс для нового приложения, табуретку, борщ варишь, не знаю, миллиарды какие-то, миллиардным бизнесом рулишь, когда ты из этого места начинаешь смотреть, начинаешь видеть как-то все иначе, начинаешь замечать какие-то другие вещи, а embodiment как различные виды практик только помогают в этом. Я сейчас прошу еще раз сделать презентацию, я покажу еще два слайда. да, спасибо. Откуда это все взялось, откуда это пришло не только в личный опыт, но и в практику, в культуру. И здесь очевидно вот две таких больших ветки влияния, откуда эти практики, embodiment практики, телесные практики развиваются. Это иллюстрация из книги Марка Волш, он будет у нас на конференции. Через несколько дней книга называется Embodiment Moving Beyond Mindfulness, то есть движение за пределы практик mindfulness или осознанности. Мы одну первую главу перевели и всем зарегистрировавшимся уже разослали, и мы будем делать эту рассылку еще раз в конце конференции. Иллюстрация из его книги и очевидно, что вот такой подход про взаимосвязь субъективного телесной осознанности, внимательности к собственной телесности и к тому, а как я со всем этим во мне, он есть и был в самых разных практиках. И в боевых искусствах, и в практике йоги, и в практике медитации, и в практике различных видов телесной работы и восточной, и европейской. Это когда бодиборк, это когда в основном мы трогаем людей и что-то делаем с ними. И в соматической психотерапии, и в театре очень много, и вся школа Михаила Чехова на этом построена, и некоторые наши спикеры, которые про голос, про харизму, вот они будут с этим работать. и соматические практики, такой большой отдельный куст, движение, метод Фильденкрайса, соматика Ханы, и самые разные методы, вот они оттуда. И что интересно, что сейчас последние, наверное, десять лет, вот опять же, если судить по литературе, по тому, как это развивается, если раньше это были ну, как будто такие отдельные кусты, то сейчас они начинают срастаться. И в работе конкретных специалистов можно все чаще и чаще увидеть переплетение самых разных корней эмбодимент работы. И во всем этом мы можем взаимодействовать чисто на физическом слое, на уровне тела, как объекта, и, например, научиться бить ничем или научиться держать ногу или научиться что-то выражать. Мы можем добавить туда вот этот вот уровень осознанности. Мы можем научиться замечать, как это, каким я становлюсь, как это я делаю и что со мной происходит. И вот эта внимательность, а не просто механические какие-то движения, в соединении с телесными практиками могут привести нас к эмбодимент практикам. Когда мы что-то делаем телом, может быть, что-то очень небольшое, когда мы обращаем на это внимание, развиваем таким образом телесную осознанность, навык замечать, как я телесно. и тогда соединив это физическое и осознанность, мы открываем дорогу к эмбодимент практикам. И сейчас эта дорога реализованно воплощается в огромном количестве различных типов работы. Я сейчас просто покажу этот слайд, мы, наверное, выложим эту презентацию, чтобы с ней было легче взаимодействовать в этих картинках. Много можно следующий слайд. Вот оно опять же на английском, но вот видны различные ветви вот этого поля, этого дерева эмбодимента. И здесь есть и медитация, и йога, и боевые искусства, и массажная работа, и бодиборг работы, и танец, и театр, и то, что называется Nature Connection, как это с природой. Рейв Келли, который будет у нас на конференции, он очень много работает в этой теме, и есть соматическая психотерапия, и есть, я отдельно хочу обратить на это внимание, осознанная сексуальность, и мужская, и женская работа, и опять же, это будет у нас как раз на конференции. Поэтому, если для, вот вы пришли на сайт конференции, увидели все эти безумные количество спикеров, а что же общее между ними? Что общее между человеком, который работает бизнес-коучем, и человеком, который ведет практики осознанности? Вот это соединение телесного и внимательности, осознанности, именно это объединяет всех наших спикеров, и объединяет все наши треки. Спасибо, давайте на этом завершим презентацию. И у нас осталось пять минут, я хочу передать слово Наташе, я вижу ваши вопросы, спасибо вам за ваши вопросы, будет здорово, если вы перенесете их в наши соцсети, и тогда у нас будет много времени и пространства для того, чтобы на них ответить. Наташа, передаю тебе слово. Да, спасибо. Я очень прониклась в очередной раз этим простым упражнением с рукой, и вспомнила, как я первый раз это проделала, и для меня все стало понятно. И я так вижу, что многим участникам тоже стало сразу понятно много. Тем не менее, я с таким вот трепетом закрываю эту сессию. Вы сейчас в чате увидите ссылку на проект «Тело в дело», где вы сможете узнать чуть больше о том, какие еще проекты Александра Вельвовская реализовывает в этом пространстве, про образовательные проекты «Тело в дело». И приглашаю вас на следующую сессию, которая состоится в 17.00 по Москве. Это будет сессия Екатерины Самотей. Она называется «Тело города. Как окружающая среда определяет телесность». Такая очень интересная тема соединения архитектуры и эмбодимента. Полное расписание конференции вы сможете найти на сайте, на странице с расписанием. Там же вы сможете найти ссылки на прошедшие трансляции, которые уже прошли, тех сессий, которые прошли. Ссылка на трансляцию этой сессии появится, мы так планируем, через два часа должна точно появиться, если будет возможность раньше, то раньше. Но вообще планируйте, что через два часа вы сможете зайти и просмотреть еще раз эту сессию уже в записи. Там просто в карточке сессии поменяется кнопочка ссылка на трансляцию и ссылка на запись. То есть вам просто нужно будет пройти по этой кнопочке. Напоминаю, что ссылки записи сессии у нас открыты в открытом доступе бесплатно до 26 февраля. Вы также можете приобрести записи конференции всех сессий или выбрать какой-то пакет, там есть несколько вариантов, на сайте, который с расписанием, и Михаил сейчас продублирую еще раз эту ссылку в чат. Напоминаем, что заказывая пакеты записей конференции, вы также помогаете проекту «Такие дела». Проект «Такие дела» это информационный ресурс, помогающий разным благотворительным организациям. И мы, организаторы конференции, перечисляем 5% о сумме продаж записей конференции в поддержку этому проекту. А сейчас я хотела бы передать слово Александре Львовской для последнего такого короткого топ-тип, какого-то краткого, какой-то рекомендации очень краткой, которая может стать напутствием для всех нас. Спасибо. Спасибо, Наташа. Я вот думала, чтобы я такое могла сказать, наверное, я бы сказала так, слова на любую букву важны, но на самом деле слова на любую букву не важны. Не будем ни соматика, ни телесность, никакие другие слова, это не слова, это наше внимание, это наше ощущение, это наша практика, поэтому если вы знаете за собой, что для вас цены слова, я с вами, для меня тоже слова важны и цены, но гораздо важнее и ценнее то, как и что мы ощущаем и куда направлено наше внимание. И я приглашаю вас до следующей сессии, за перерыв, понять, чего хочется сейчас вашему телу и сделать это. спасибо вам огромное, что были с нами на этой сессии и конференция продолжается. Конференция продолжается и мы приглашаем вас в сессионный